27 июля 2020 года. Открываем страницу портала Mail.ru. Новости от Mail.ru. Один из заголовков ленты новостей. Переполненные пляжи Сочи показали на видео. Идем по ссылке. Типичный Сочи во Вконтакте. На записи видно, как толпы путешественников пришли на пляж в Эмиретинке. Некоторые загорают на гальке или стоят у берега, в то время как другие плещутся в воде. В Эмиретинке не протолкнуться. Ни на утренних пляжах, ни на вечерних набережных. Даже у бассейнов свободных лежаков достают не всем, как и столиков в барах. Говорится в описании к публикации. Жители города ужаснулись увиденному в комментариях. Пусть все в Турцию летят. Пора разгрузить российский курорт. А чего хорошего? Стоят как в автобусе и не купаются. И не позагорать. Места нет. Затопчут. Про коронавирус я даже не говорю. Это может считаться счастьем, разве что для продавцов шаурмы и прочей дребедени. Писали они. Источник новости Лента.ру. Идем по ссылке. Читаю дополнительный текст, обнаруженный в статье на Лента.ру. Ранее в июле в Сочи один из отдыхающих снял на видео гигантские очереди на курорте Роза Хутор. На записи видно, как туристы выстроились в длинную очередь в ожидании подъемника в горы. Кошмар какой! Слышится женский голос за кадром. Местные жители возмутились заполонившими улицы города туристами. Мда. Разбаловались наши российские туристы-путешественники. Возникает вопрос. А как же жили люди в СССР, когда за железным занавесем для всего почти трехсотмиллионного населения страны существовали для отдыха лишь наши родные советские курорты Черноморского побережья Кавказа и Крыма? Россиян-то ныне по численности в два с лишним раза меньше. И для сравнения поглядите на якобы взорвавший интернет сегодняшнее видео и кадры популярные ныне советской кинокомедии режиссера Аллы Суриковой, вышедшей на экраны кинотеатра в 1981 году. Будьте моим мужем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, советский муравейник даже круче, чем пляж Сочи на кадрах нынешнего дня. Но в советское время хотя бы коронавируса не было.